Квадрат проводим прямую, разбивая площадь в отношении 2 к 3. Таких прямых проводим 9 штук. Докажите, что по крайней мере 3 из этих 9 прямых проходят через одну общую площадь. Проведены прямые, каждая из которых режет квадрат на 2-4 угольника. Площади их относятся как 2 к 3. Провести среднюю линию квадрата и разделить ее на 5 равных отрезков. Там тоже на 5 равных отрезков. Так, теперь внимательно, смотрите, что она хочет сказать. Есть вот эти вот 4 точки, давайте их обозначим, А, В, С, В. Так вот, оказывается, прямая, которая делит на 2 четырехугольника, площадь, которая относится как 2 к 3, обязана проходить через одну из точек А, В, С, В. А доказать сможете? Все понимают, что этого достаточно для отрезков? Да. Потому что если 9 прямых, а 4 точки, то какие-то 3 прямые пройдут через одну точку. Потому что 2 умножить на 4, это всего лишь 8, это меньше, чем 9. Ну, еще одна. Ну, значит. Если есть прямая, не проходящая через одну из этих точек, то можно провести параллельную ей и сказать, что она будет делиться. Ой, все еще легче. Вот смотрите, у вас есть прямая. Вы способны провести среднюю линию, да? Отлично. Способны провести перпендикулярную. Так этот треугольник, если отрезки сюда приставить, то вместо наклонной прямой вы получите прямоугольник. И здесь тоже будет прямоугольник. А что значит, что их площади относятся как 2 к 3, если у них одна и та же сторона? Значит, вот эти отрезки относятся как 2 к 3. И значит, это та самая точка А. Поняли? Да. Все, спасибо. Все, все решение. Так, господа, не знаю, по-моему, это понятно. Да. Можно, конечно, было наукообразно сказать. У нас трапеция, площадь трапеции, это высота умножить на полусумму оснований. Да? А полусумма оснований тоже самое, что с тренейной линией. Хотя, мне кажется, так и понятно. Хотя это повторяет просто обсуждение с любой трапецией.